Беда всего мира происходит из мелочи, как великое дело из малых. Совершенно мудрый никогда не считает себя великим, поэтому он может стать действительно великим. В неизбежной войне победит избежавший. Если ты не изменишь направление, то можешь оказаться там, куда направляешься. Читать это еще ничего не значит. Что читать, и как понимать читаемое, вот в чем главное дело. Если человек избавлен от физического труда и не приучен к умственному, зверство овладевает им. У кого нет своего дела, тому дело до всего. Объект устойчивая, сохраняющаяся. Конфигурация меняющаяся, нестабильная. Разложенное предложение говорит больше, чем неразложенное. Когда предложение столь же сложно, как и его значение, оно полностью разложено. Ребенок учится благодаря тому, что верит взрослому. Сомнения приходят после веры. Старости проблемы ускользают от нас, как и в молодости. Мы не в состоянии не только разрешить их, но и удержать. Любовь сильнее всего, сильнее даже эгоизма. Женщину можно любить даже тогда, когда она откровенно презирает тебя. Разуму не дано исправить то, что по своей природе несовершенно. Удержаться на высоте своего успеха, или на уровне своего богатства, вот на что нужно больше всего ума. Порою наши слабости привязывают нас друг к другу, ничуть не меньше, чем самые высокие добродетели. Если те, кто меня критикуют, увидели бы, как я шагаю по волнам Темзы, они сказали бы, это только потому, что она не умеет плавать. Никто бы и не помнил о добром самаритянине, если бы у него были только благие намерения. У него также были и деньги. Такой вещи, как общество, не существует. Есть отдельные мужчины, отдельные женщины, и есть семьи. У счастья нет владельца. Иногда нам выпадает шанс взять его в аренду, стать его квартиросъемщиком. И надо быть очень аккуратным с квартплатой, иначе мигом выставят за дверь. Несправедливость и зло распространяются тогда, когда хорошие люди опускают руки. Истинная мерзость в притворстве и в терпимости к подлости. Есть вещи, которые мы оставляем позади. Моменты жизни, увязшие в пыли времени. Можно попытаться и забыть. Но эти мелочи, связанные одна с другой, прочной цепью приковывают вас к прошлому. Я не мечтаю о идеальной любви, но не желаю жить в условном наклонении, и еще меньше, в незаконченном прошедшем. Есть люди, которым знание латыни не мешает все-таки быть ослами. Кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, не должен жаловаться, когда оно проходит. Что дешево обходится, то низко ценится. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку, надо, чтобы он в ответ подал свою. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Самое вкусное вредно. Самое приятное аморально. Самое острое незаконно. Отсюда такая задумчивость в глазах каждого. Ничто не происходит без достаточного основания. Что из одного места убудет, в другом прибудет. В общении все дни проходят наши, но искусство общаться у дел немногих. Я живу, как другие танцуют, до упоения, до головокружения, до тошноты. Словно теплая слеза, капля капнула в глаза. Там, в небесной вышине, кто-то плачет обо мне. Тело — вместилище души. Поэтому, и только поэтому, не швыряйтесь им зря. Сочувствие к себе — вещь запрещенная, и не следует отягощать других своими заботами. Женщина по праву может себя считать настоящей, изысканной и неотразимой, когда научится с шиком, носить мужской костюм. Неизбежное надо воспринимать с достоинством. Слезы, которые вы проливаете из-за неизбежного, должны оставаться вашим секретом. Великим может стать каждый, потому что каждый может служить. Чтобы служить людям, не обязательно иметь высшее образование. Не обязательно правильно ставить ударение в словах. Все, что нужно — это сердце, в котором есть благодать. Душа, в которой действует любовь. Иисус вечно прав. История полна обесцвеченных костей народов, которые отказались его слушать. Даже в наихудших из нас есть частица добра, и в лучших из нас есть частица зла. Любое дело надо делать, выбравши срок подходящий. Не щадил себя. А в этом познается человек, если он, живя в достатке, стать на место бедняка не боится. Это значит, что превратности судьбы не страшны ему. Отлично ты себя нам показал. Будь всегда таким. Да, слово — врач страданий человеческих, что в силах душу из недуга вызволить. Бог каждого человека — его совесть. Для человека нет ничего хуже печали. Человек, который не имеет воображения, не имеет крыльев. Тебе мешают не те горы впереди, на которые ты должен взобраться, тебе мешает камушек в твоих ботинках. Когда у человека умирает мать, ему по-настоящему больно. Но со временем он и к этому привыкает. Какова жизнь? Иногда мне говорят «нет-нет». Я не могу представить себя без рук и ног. Но сравнить страдания невозможно, да и не нужно. Что я могу сказать тому, чей близкий умирает от рака или чьи родители развелись? Я не пойму их боль. Если любовь приходит легко и просто, будьте благодарны. Если надо бороться за любимого человека, то знайте, триумф будет потрясающим. Не ждите чуда или подвернувшейся возможности. Вы ось, и этот мир вращается вокруг вас. Так и живите. Помня о прежних обидах, вы лишаетесь силы и контроля, передавая их тем, кто вас обидел. Но стоит вам простить их, и вы обрезаете узы, которые вас связывали. Они более не властны над вами. Не думайте, что, прощая их, вы оказываете им услугу. Вы делаете это только для себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова